Также говорит шейх Ахтани, сказал, один из наших братьев, кого в чудо-стоверности я полностью доверяю, сказал мне, что он был в одной из поездок в Иордании. И в один из дней, говорит, в Джума, в одной из мечетей в городе Зарха, вошла огромная толпа людей. И среди нас, говорит, этот брат рассказывает, был Джумаат наш и был один ученый из Куэйта. И говорит, в этот момент толпа подошла к нам и сказала, где шейх, где шейх. И шейх из Куэйта встал и сказал, что вам нужно. Они сказали, помогите нам похоронить одного покойника. Юноша сегодня погиб в результате того, что его сбила машина на улице. Помогите нам его похоронить. Они сказали, что в чем дело. Они сказали, мы вырыли ему могилу и когда подошли туда, мы увидели на дне могилы огромную змею. Змея в Иордании. Само по себе это было удивительно. И поэтому Куэйтский шейх и Джумаат встали для того, чтобы отправиться и посмотреть, в чем дело. И он говорит, когда мы подошли туда, передатчик рассказывает, говорит, мы увидели о том, что там находится огромная змея, свернувшаяся клубком на дне могилы. Говорит, глаза были открыты у нее и смотрели на людей. И шейх сказал, говорит, оставьте его и вырыть ему другую могилу подальше от этого места. И он сказал, мы отправились туда и вырыли ему другую могилу на расстоянии где-то 200 метров от первой могилы. Когда, говорит, мы уже закончили могилу, люди, которые стояли возле первой, увидели, как змея ушла под землю. И в этот момент она появилась во второй могиле, через некоторое время, на дне второй могилы. И шейх сказал, если, говорит, мы вырыем третью могилу или четвертую, мы найдем эту змею там на дне. Толку нету. Тогда, говорит, что произошло? Люди отправились в деревню и пришли оттуда с палками и железными прутьями для того, чтобы убить змею. И как только они подошли к могиле, змея опять ушла под землю. И они воспользовались этим моментом для того, чтобы похоронить мертвого, передает передатчик, он сказал, мы спустили его и положили в могилу, направив его лицо в сторону Кыблы и оставили его в этом состоянии. И только, говорит, мы закончили, как земля зашевелилась под ногами, говорит, мы выпрыгнули из могилы и змея вышла из-под земли. И он говорит, я свидетельствую собственными глазами, видел, как она схватила его, начиная от головы и начала проглатывать медленно по частям. И передатчик говорит, я слышал, как кости хрустели у нее во рту, как кости покойного хрустели у нее во рту. Когда же, говорит, мы в ужасе разбежались и вернулись обратно, мы увидели, как змея продолжает его проглатывать. И тогда мы засыпали все это песком и убежали с кладбища. И передатчик сказал, после этого мы отправились к его отцу и спросили, в чем была причина, каково было состояние твоего сына. И он сказал, обратите внимание, он был хорошим человеком, послушным сыном. Кроме того, как он не читал намаз. Как сказал этот шейх, мы прибегаем к Аллаху от худшей смерти.